Тему 110.2 неожиданно завершается сложными вопросами, такими как сетевые обработчики. Я лично считаю, что мы не совсем готовы к этой теме, поэтому мы рассмотрим ее поверхностно. Они в принципе и просят просто знать о наличии этих сетевых обработчиков и принципах их работы. То есть мы глубже в файлы конфигурации особенно забираться не будем. Настройтесь, тема не очень простая. Несмотря на то, что тема посвящена именно обработке сетевых запросов, нужно сказать, что здесь есть еще понятие суперсерверы, которое раньше было в перечне вопросов LPE, а сейчас ушло. Тем не менее, без суперсерверов нам об обработчиках TCP, о TCP-раперах говорить рано. Поэтому мы сначала поговорим о суперсерверах. Значит, есть понятие суперсервер. Это процесс, который управляет всеми основными остальными процессами. То есть это демон, который сам прослушивает все необходимые стилы и сокеты, и после чего вызывает демоны, которые должны обрабатывать запросы по этим сокетам, если это необходимо. У него есть своя такая внутренняя суть, то, что после того, как устанавливается новое соединение, дескриптор сокета дублируется в три новых сокета на стандартные потоки воруда, вывода и сообщения об ошибках, но нам так глубоко забираться не нужно. Нужно просто понимать то, что это упрощает серверные процессы, потому что часть кода выносится в настройку самого демона и NetD. И это позволяет уменьшить количество одновременно запущенных процессов. То есть там не нужно, чтобы у нас все сетевые службы были одновременно запущены и слушали свои сокеты. У нас только одна служба запущена, слушает сокеты, и если есть запросы, запускает соответствующие демоны для того, чтобы они обрабатывали этот запрос. В этом суть и NetDemon. Считается то, что при сильной загрузке и NetDemon производительность наоборот падает, при небольшой нагрузке производительность за счет него очень хорошая. На картинке у меня синтаксис файла конфигурации NetDemon, nnd.conf, тут у нас перечислены возможные опции, значит, у нас есть обязательно имя службы, затем у нас указывается тип сокета, тут чаще всего стрим или датаграмм, в зависимости от того у нас TCP или UDP, затем протокол, какой обслуживается, тут может быть TCP, UDP, версии 4, 6, 4, 6 и наоборот. Далее у нас указываются опции ждать или не ждать. Ждать используется для UDP и передает демону все открытые сокеты. NoWait используется для TCP и каждому сокету запускается отдельный экземпляр соответствующего демона. Дальше у нас указывается максимальное количество одновременно запущенных экземпляров каждого демона и количество максимальное соединение в минуту, то есть просто ограничение. Далее показывается пользователь, то есть от чьего имени запускать соответствующий демон, если нужно, путь к демону и аргументы, которые могут использоваться вместе с запуском демона. Нужно еще сказать, что есть отдельная папка etc.init.d и в ней могут храниться настройки для отдельных сетевых демонов. Но мы сейчас все, конечно, на практике посмотрим. InnetDemon у нас уже тысячу лет, можно сказать, не используется в Linux, у нас используется xInnetDemon, то есть расширенный extended InnetDemon. У него очень много преимуществ, у него куча механизмов контроля доступа дополнительных, он умеет управлять службами по расписанию, у него куча защитных механизмов, например, защита от сканирования портов и так далее. У него есть свой файл конфигурации etc.init.conf и точно такая же директория etc.init.d, в которой тоже хранятся настройки для отдельных демонов. Файл конфигурации у него посложнее, потому что у него, вы видите, для каждой службы, для каждого демона создается отдельная запись файла конфигурации, и в ней в фигурных скобках может быть очень много различных атрибутов. Я вам ссылку дам, почитайте, то есть InnetDemon, там у нас буквально 5-6 опций, у XInnetDemon можно указать огромное количество опций для каждого демона. Для того, чтобы вам показать, как работает InnetDemon, мне пришлось аж запустить FreeBSD, потому что во FreeBSD до сих пор возможно его использовать. Чтобы его запустить в Ubuntu или в CentOS, нужно очень сильно поизвращаться, там есть пакеты, которые его запускают, но он очень урезанный, потому что в Linux у нас практически везде используется XInnetDemon. Во FreeBSD до сих пор используется обычный InnetDemon, по умолчанию я здесь даже никаких пакетов не ставил, поэтому мы сразу можем посмотреть файл его конфигурации. etc. etc. innetdemon.conf И вот он файл конфигурации, он такой немаленький, но тем не менее мы в нем сейчас быстренько разберемся. У нас сейчас по умолчанию здесь, видите, очень много закомментированных опций. Например, вот для FTP. У нас есть имя службы FTP, У нас есть тип сокета, это стрим, он используется чаще всего у нас, видите, с TCP, с UDP у нас используется вот датаграм. Значит, протокол TCP, опция no wait, чаще всего она используется для TCP, затем он показывает то, что нужно будет от имени суперпользователя root запустить программу ftp-demon, демон ftp-demon, с вот такими вот ключами. То есть путь к нему и исполняемый файл с ключом. Service name должен быть обязательно корректный, потому что согласно вот этому service name у нас происходит поиск информации в файле etc-services, и по этому имени он понимает, какой порт прослушивать. И вот у нас здесь куча-куча таких правил однотипных, то есть он показывает опять везде имя службы, протокол и так далее. Папки etc-init-d по умолчанию здесь нету. Проверим etc-init-demon.d, такой папки у нас, видите, он здесь не находит, то есть мы можем создать эту папку и в ней вручную создать отдельные файлы конфигурации для каждой из служб. Но это опять же далеко за пределы сегодняшних занятий заходит, просто нужно знать то, что в эту папку, эту папку можно создать и в нее добавить файлы конфигурации для отдельных служб. Мы же с вами на нашей Ubuntu можем посмотреть, наверное, через, давайте, v, файл etc, уже x-init-demon-conf. Я здесь установил этот init-demon вручную, но нужно сказать то, что в Ubuntu у нас по умолчанию выполняется запуск службы через AppStart, и AppStart сам контролирует весь этот процесс. То есть нам здесь init-demon вот этот вот иксовый уже не нужен. Вообще у нас сейчас, как бы, производительность железа вполне себе достойная, демоны у нас не вылетают, не висят, и init-demon и x-init-demon используются редко, но тем не менее LPI просит их знать. Значит, по умолчанию у нас файл etc.x-init-conf содержит только одну строчку, включить директорию etc.x-init-d. То есть мы можем сюда вписать информацию по каждому из демонов отдельно, но это будет не совсем корректно. То есть в этом файле у нас задаются общие глобальные настройки init-demon, x-init-demon, а отдельные настройки для каждого демона будут находиться вот в этой директории. Давайте поэтому мы сразу отправимся в эту директорию. etc.x-init-d и посмотрим, что в ней есть. Опять же, по умолчанию здесь есть несколько встроенных служб. Посмотрим, например, настройки для службы времени. Просто катом, потому что настройки там маленькие. И вот он говорит, что это описание службы времени, как она работает, если бы у нас здесь был тайм-сервер. По умолчанию у нас, вот он, сервис тайм. По имени службы он ищет, какие порты эта служба использует в файле etc.x-services. Напоминаю, у нас есть такой файл, мы можем в нем посмотреть, какой службе соответствует какой порт. По умолчанию у нас отключен init-demon для этой службы. Тип сейчас internal говорит о том, что этот сервис у нас есть, мы о нем знаем. Здесь бывает еще тип unlisted, например, если у этот какой-то нестандартный сервис, мы установили какой-нибудь сторонний демон, на нем не знаем, тогда нам нужно будет больше здесь информации о нем написать. Айдишник используется, если этот сервер может использовать разные протоколы. Например, у нас, видите, для службы времени она работает у нас и по TCP, и по UDP. Поэтому здесь у нас айдишник тайм-стрим, а здесь тай-датаграмм. То же самое, в принципе, как в обычном инодемоне. Протокол TCP-UDP, затем от кого запускать службу. И то же самое, не ждать для TCP, ждать для UDP. На самом деле, конечно, это серьезный сервис, который нужно изучать отдельно. Мы просто сейчас с вами узнали о его существовании и об основных его файлах конфигураций. Еще один момент, который отдельно просит нас рассмотреть в этой теме, это вот эти самые TCP-враперы или TCP-обработчики, или, можно сказать, дословно, те, кто обертывают, оборачивают наш TCP. Это не firewall, хотя принцип действия схож. Через эти раперы у нас работают даже локальные хосты. То есть они работают не только по сети, но и локально. Они дают возможность контроля над соединениями. Причем есть очень много интересных, расширенных возможностей. Например, возвращать комментарии тем хостам, которые к нам пытаются подключиться, а мы по какой-то причине им отказываем или разрешаем, мы можем вернуть какой-то ответ. Можем добавить запись в локфайл, можем отправить письмо администратору. Но мы сейчас с вами рассмотрим простейшую конфигурацию. Значит, суть в том, что есть два файла, точно так же, как и для крона, для планировщика мы с вами создавали. Мы можем создать файл etc.hosts.allow и в нем указать, что мы хотим сделать. По умолчанию у нас уже этот файл создан, он открыт. И здесь показано то, что это перечень хостов, в котором разрешен доступ к нашей системе. Например, у нас здесь есть два примера. Всем демонам разрешить локальные соединения от какой-нибудь сетевой группы. Или всем демонам разрешить принимать соединения от поддомена fullbar.edu, кроме вот этого сервера. То есть тут очень серьезный разветвленный синтаксис. Мы с вами добавим, например, какую-нибудь простую строчку. Скажем, что демон, например, tftpd, если бы он у нас был двоеточие, может принимать соединения из сети 192.168.0. Например, вот так мы можем с вами добавить. Можем с вами проверить существование файла hosts.deny. Но мне кажется, его у нас нет. Интересно то, что во FreeBSD hosts.deny, насколько я помню, не используется. Там все правила указываются только в хост.alow. Но FreeBSD вообще отдельная тема. Мы ее как бы тут сильно не изучаем. Тут опять же есть много действий. Интересно, вот эта общая опция параноид. Но я вам просто дам опять же ссылочку. Вы там прочтете, что это за опция. Чтобы я вас сейчас не перегружал. Это для этой темы LPI не обязательно. Значит, у hosts.alow всегда приоритет на hosts.deny. Если мы скажем в хост.alow то, что мы разрешаем, допустим, из нашей какой-то подсети доступ сюда. А потом вот здесь в хост.deny скажем то, что какому-то определенному узлу запрещаем. То этот запрет не сработает. Потому что по умолчанию смотрятся правила в хост.alow. Если в хост.alow есть у нас разрешение, то это разрешение срабатывает. Опять же, точно так же как с кроном. Если мы создали файл хост.alow, мы в нем должны указать все разрешения. Все, что там указано не будет, будет по умолчанию запрещено. Точно так же с динаем. Если мы создаем хост.deny, мы запрещаем только то, что там конкретно указано. Поэтому если мы хотим запретить много чего, нам нужно все это там указать. То есть стандартный принцип с файлом разрешения и с файлом запрета. Еще раз мы по крону это проходили. Такая не совсем простая тема, но вам нужно просто запомнить то, что есть суперсерверы, которые умеют сами прослушивать сетевые сокеты и запускать соответствующие демоны. И есть те самые обработчики TCP, которые умеют разрешать доступ и запрещать доступ с определенных хостов, сетей, доменных имен к каким-то службам и наоборот разрешать его. Этого для темы 110.2 вам достаточно.